Добро пожаловать на увлекательную программу «Движение вперёд 2020». Видение нашего движения – мобилизовать 100 миллионов христиан. Мы делимся самой лучшей новостью на Земле. Цель этого занятия – снарядить церковь. Некоторые верующие считают, что благовествовать людям – не их призвание, что для этого существуют евангелисты, такие как Билли Грэм и ему подобные. Как вы, должно быть, знаете, Билли Грэм уже с Господом. Однажды его спросили, кто будет вашим последователем. На что он ответил – вся церковь, каждый верующий. За последние 8 лет служения Всемирный день Евангелизма Бог использовал обычных христиан, чтобы осуществлять необыкновенный труд благовестия. Многие верующие считают, что Бог не может их использовать. Поэтому мы обучаем огромное количество христиан, чтобы они могли лично благовествовать кому-то. Одна девушка по имени Мэри говорила, «Я слишком застенчива, чтобы говорить людям». Но пройдя обучение, она привела Господу 5 человек за один день. Сегодня мы вам покажем, как легко делиться Евангелием с людьми. Я недавно встретился со Стивом Дагласом, президентом Кампус Крусейд. Мы говорили с ним об обучении личному евангелизму. А вот интервью с ним. Как вы думаете, почему так важно обучать верующих личному евангелизму? Обучение решает часть проблемы. Оно показывает, как можно подойти к людям и заговорить. Еще до того, как человек начнет применять разные методы, к примеру, четыре закона, можно подготовить их, чтобы они могли ответить на вопросы, которые им, возможно, зададут. К тому же это придает человеку уверенности, что он может с этим справиться. Понятно, мы не в состоянии охватить все, но все же важно научиться прислушиваться к людям, чтобы завязалась хорошая беседа, и они могли поговорить, не оскорбляя при этом чувств людей. Стив, а почему «Вперед-2020» приводит вас в такой восторг? Вернер, хотел бы я сказать, из-за тебя ты, конечно же, внес свой вклад. Движение «Вперед-2020» может охватить Евангелие весь мир и дать каждому верующему возможность стать свидетелем Божьим. Это включает в себя многое. Мы только что говорили, что это включает обучение, тренинги, но также сюда входит групповая динамика. Мне гораздо легче пойти и говорить людям с моими друзьями из церкви, чем если бы я пошел сам в одиночку. Кто-то любит делать это поодиночке, но многим нужна поддержка, многим, но не всем. К тому же движение «Вперед-2020» ставит акцент на времени, в котором мы сегодня оживим. Ты согласен? Многие сейчас смотрят программу и думают, «Да, давайте сделаем это». А вы можете о них помолиться? С удовольствием помолимся вместе. Отец, мы знаем, что без тебя мы не можем делать ничего. Так говорит нам Библия. И мы молимся о тех, кто будет смотреть эту программу, чтобы ты работал в их сердцах, и они могли сказать, «Да, я хочу это делать. Я колеблю сейчас, потому что не уверен, что могу ответить людям на любой вопрос. Которые они могут мне задать. Я не хочу задеть их чувства. Но я знаю, Отец, что у тебя есть ответ на любой вопрос. Если мы только попробуем, мы увидим, что многие наши страхи не имеют под собой основания. Именно этому и учат движение «Вперед-2020». Ты идешь с друзьями из церкви, чтобы поделиться с людьми Евангелем, и просто пробуешь. Вместе не страшно. Спасибо тебе, Отец, во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Спасибо большое. Был рад с вами побеседовать. Гость нашей студии – Бобби Блаймер. Мы сделали с ним несколько увлекательных видео, показывающих различные ситуации жизни в ресторане, в супермаркете. Мы показываем, как вы можете делиться с людьми Евангелием. Рад видеть себя в нашей студии сегодня, дорогой Тоби. Спасибо. Многие христиане находят трудно благовествовать людям в обычных ситуациях. Почему, как ты думаешь, христианам это кажется таким сложным? Мы думаем, что мы обязаны это делать, и не понимаем, что наше сердце должно этим гореть. Если мы делаем это из чувства долга, мы находимся под давлением. Мы стараемся сказать что-то, чтобы человек нам ответил. Но если мы делаем это, потому что любим этого человека, и желаем ему спасения, сам человек это обязательно почувствует, вашу заботу о нем. Ты обучаешь верующих делиться Евангелием. Почему ты считаешь обучение важным? Всему в жизни нужно учиться, но особенно это касается благовестия. Во время обучения это становится более естественным. Я сделал это пару раз, и потом мне стало легко это делать. Сейчас я делаю это свободно. Скажем, в супермаркете моя задача поговорить с человеком, которому я плачу за пиццу. Разве легко завести при этом беседу? Да, на самом деле это легко. Я помню, когда я впервые встретил свою жену, я всем говорил о ней постоянно, потому что я был так влюблен. Я был полон рвения, и до сих пор полон. Так же с Иисусом. Он наша первая любовь. Он наша главная страсть, поэтому мы говорим об Иисусе легко. Посмотрим на тебя в действии. Покажи нам сейчас, как заговорить с людьми в ресторане или, скажем, в метро. Давай, начинай. Итак, сейчас я вам покажу ситуацию, в которой мы бываем довольно часто. В данном случае вы увидите, как можно заговорить с официантом в ресторане. Добрый день, сэр, меня зовут Бен, и я буду вас обслуживать. Сегодня вот меню, пожалуйста. Вы предпочитаете сделать заказ прямо сейчас или мне подойти к вам попозже? Думаю, мне понадобится пара минут. Вы отлично выполняете свою работу. Я бы проголосовал за вас, как за лучшего работника месяца. Спасибо. Пожалуйста, я хочу вам кое-что сказать о себе. «Я верю в Иисуса». О, правда, да? Я верю, что Иисусу есть дело до вас. Он родился, чтобы принести перемены в вашу жизнь. Многие хотят что-то изменить в этом мире, но Иисус уникален тем, что Он не просто желает сделать что-то уникальное. Он уникален сам по себе. Он есть любовь, и все мы сотворены для отношений с Ним. Вы когда-нибудь слышали об Иисусе Христе? Вам кто-нибудь рассказывал? Ну, не об отношениях, но моя бабушка рассказывала мне в детстве библейские истории, хотя, если честно, для меня это просто истории из старой книги. Вы понимаете меня? О, я вас очень хорошо понимаю. Со мной было то же самое. Но когда я впервые пережил встречу с Иисусом, это изменило мой взгляд на жизнь. Потому что на самом деле это скорее дружба с Иисусом. Есть ли что-нибудь, что удерживает вас от того, чтобы завести дружбу с Иисусом? Ну, может быть, то, что я не знаю его. В этом вся проблема. Логично. А вы знаете, что Иисус желает иметь дружественные отношения с вами, но Он джентльмен, и Он не станет себя навязывать вам, если вы этого не хотите. Я знаю, у вас совсем немного времени, но если хотите, мы можем помолиться с вами короткой молитвой. А вы пригласите Иисуса в свою жизнь, а потом увидите, что произойдет. Согласны? Ну, хорошо. Только очень быстро. Да, просто повторяйте за мною. Иисус, я хочу познать тебя. Познать тебя. И познать твою любовь. Я хочу познать твою любовь. Если ты есть, я хочу следовать за тобою. Следовать за тобою. Во имя Иисуса. Аминь. Спасибо вам. Мне уже нужно идти. Я позову вас через пару минут. Спасибо большое. А сейчас мы покажем вам еще одну ситуацию из нашей жизни. Ситуация на станции метро. Я покажу вам, как вы можете познакомить с кого-то с Иисусом. Итак, сцена из повседневной жизни. Я хочу показать вам, как поведать кому-то об Иисусе. Итак, мы с вами на станции метро. Ну что ж, начинаем. Привет. Здравствуйте. Могу я задать вам вопрос? Да, конечно. Какой день был самым счастливым в вашей жизни? Лучший день. Наверное, день свадьбы. Понимаю. Я тоже женат, и день моей свадьбы был незабываемым. Могу себе представить. Но все же лучший день в моей жизни был день, когда я познакомился с Иисусом. С Иисусом? Слышали о нем? Ну, конечно. Кто же о нем не слышал? Вы знаете, раньше для меня Иисус был далеким и недосягаемым. Но потом я начал читать Библию и понял, что, во-первых, Бог нас создал, потому что Он нас любит. Он желает иметь с нами настоящие отношения. А во-вторых, мы Ему не безразличны, потому что Он наш Творец и Отец. Отношения? У меня была такая же реакция. С нами? Звучит нереально, правда? Еще я прочитал в Библии о том, что через грех между нами и Богом произошло разделение. Богу это совсем не нравилось, и Он искал способ, как мы снова можем быть с Ним. Он послал в наш мир Иисуса, и Иисус дал нам возможность быть спрощенными за все наши грехи и снова соединиться с нашим Небесным Отцом. Но мы должны принять решение. Вы понимаете, о чем я говорю? Думаю, да. И это решение вы можете принять уже сегодня, потому что Иисус страстно желает иметь с вами живые отношения. Верите в это? Неужели все так просто? Да, все довольно-таки просто. Да, хорошо. И что мне нужно делать, как это работает? Вы просто принимаете решение и говорите Иисусу, «Да, я хочу получить прощение, которое ты мне предлагаешь». И тогда вы снова соединитесь с Отцом Небесным и будете иметь удивительные отношения с Богом. Вы будете прощены и будете пребывать в Его любви. Это будут самые плодотворные отношения в вашей жизни. Ну что ж, хорошо. Вы готовы? Да. Для этого вам нужно произнести молитву. Повторите за мной. Хорошо. Хорошо, давайте. Скажите, Иисус. Иисус. Я благодарю тебя за мою жизнь. Я благодарю тебя за мою жизнь. И за твою любовь ко мне. И за твою любовь ко мне. Хочу сказать тебе сегодня «да». Я хочу сегодня сказать тебе «да». Принять твое прощение. Я хочу принять твое прощение за все мои грехи. И быть полностью прощенным тобой. И быть полностью прощенным тобой. Хочу иметь отношения. Я хочу иметь отношения с тобой. Иисус, я приглашаю тебя. Иисус, я приглашаю тебя к себе в свою жизнь. Дух Святой, приди и наполни меня. Приди и наполни меня. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Правда просто, но это многое меняет. Да, меня переполняет радость. Вот видите, это Дух Святой, Он живет внутри вас, Он вас сильно любит. О, спасибо вам большое. Теперь это лучший день в вашей жизни. Спасибо. Спасибо огромное. Тоби, это было потрясающе. Спасибо. Однажды я проводил тренинг в Лагосе, в Нигерии. На служении было 85 тысяч человек. Как мне начать разговор и как привести человека к Господу? Давайте посмотрим. Хорошо, если мы знаем, как преподнести Евангелие. Когда я был в Пекине, я спросил одного человека, подскажите, пожалуйста, как пройти до станции метро. Он не говорил по-английски. Все, что он понял, это станция метро. Вместо того, чтобы объяснить мне дорогу, он провел меня до метро. Очень часто именно так делают христиане. Они не способны объяснить людям, как им прийти к Богу. Они просто приглашают людей прийти в поместную церковь. Это тоже хорошо, но будет лучше, если вы сначала приведете человека ко Христу, а уже потом пригласите его в поместную церковь. Я хочу научить вас трем очень важным шагам. Итак, шаг первый. Как начать разговор. Шаг второй. Как поделиться Евангелием. И шаг третий. Как привести человека к Господу. Я обучил много людей по всему миру личному евангелизму. Одна девушка из Германии сказала мне, «Я слишком застенчивая. Я не знаю, как заговорить с людьми». Но после тренинга она привела шесть человек к Господу за один день. Поэтому, поверьте, Бог будет использовать и вас. Итак, во-первых, как завести беседу. Я сидел в ресторане в Бразилии. Там было несколько сотрудников. Я был в отличном настроении и сказал, «Позвольте мне рассказать вам об Иисусе». Я 15 минут делился с ними Евангелием. А потом один из них сказал, «Вообще-то все мы из Пятидесятнической Церкви». Получается, я проповедовал христианам. Мы часто не задаем вопросов, а сразу начинаем проповедовать. Но будет лучше, если мы начнем разговор не с проповеди, а просто зададим человеку вопрос, «Как поступил Иисус?» Он делал это в 4 главе Евангелия от Иоанна. Он увидел самаритянку и попросил ее дать ему воды. Иисус не стал ей сразу проповедовать, он нашел обычный повод. Это не было чем-то духовным, он просто попросил воды. Но вода стала точкой соприкосновения. Если вы хотите завоевать душу для Христа, привести человека к Богу, найдите точку соприкосновения. С самого начала будьте искренни с человеком, задайте ему вопрос. К примеру, если здесь, в Африке, вы зададите вопрос, «А вы верите в Бога?» То почти каждый ответит, «О, да». Хорошо. Если вы зададите развернутый вопрос, типа, «Что для вас это значит?» «Главное быть искренним». Я ехал в такси и увидел на панели управления крестик и четки. Я спросил водителя, «Что для вас означает этот крест?» Он ответил мне следующее, «Когда я вижу крест, я думаю о Деве Марии». Я сидел сзади и улыбался, «Разве Мария умерла за вас на кресте?» А потом я сказал ему, «Сэр, я знаю о кресте то, что реально изменило мою жизнь навсегда. Хотите, я поделюсь с вами?» Он сказал, «Да, расскажите». Я рассказал ему об Иисусе и о любви Христа и в итоге привел его к Господу. Я привел ко Христу много таксистов. Задавайте вопросы, проявляйте интерес, будьте дружелюбными. Если вам удалось завоевать внимание человека, пробудите в нем интерес. Иисус в 4 главе Иоанна сказал самаритянке, «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит с тобой и просит у тебя дать ему пицц?» Иисус пробудил в ней любопытство. Он все еще не проповедовал, но она с огромным интересом беседовала с ним. Вы можете сказать, «Могу я рассказать вам о самом лучшем, что случилось в моей жизни?» Это может произойти и с вами. Лучшее, что с нами может произойти, это то, что мы познаем Иисуса и примем Его как своего Господа и Спасителя. Вы можете сказать, «Я нашел надежду для моей жизни, и вы тоже можете обрести надежду». Или задайте вопрос, «Где бы вы оказались, если бы умерли сегодня ночью?» Пару недель назад я был в Южной Африке и направлялся в Свазиленд. Мы ехали очень быстро. Автомобиль напротив нас подрезал большой грузовик. Он внезапно перестроился в наш ряд и направился прямо в нас. Я увидел грузовик Ива запил, «Я иду к тебе, Господь!» Я думал, что умру в ту же секунду. То, что я здесь сейчас, живой и невредимый, это настоящее чудо от Бога. Нас просто выбросило из машины, и мы обошлись без телесных повреждений. Мы сразу начали поклоняться Богу. Затем к нам подошел водитель грузовика, и я сразу же задал ему вопрос, «Что бы произошло, если бы вы сегодня ушли в мир иной?» Он сказал, «Ну, даже не знаю». И вот именно это дало мне повод в тот же миг привести его к Господу. Поэтому, во-первых, захватите внимание человека, задавайте вопросы, проявляйте к нему интерес, и затем поделитесь этим человеком своим личным свидетельством. Это наилучший путь. Уверяю вас, каждый человек на этом огромном стадионе имеет прекрасное личное свидетельство. Может, вы были преступником и продавали наркотики, или вы выросли в христианской семье. Уверяю вас, ваша жизнь драгоценна. Вы можете поделиться вашим личным свидетельством. Какой была ваша жизнь до Христа? Как вы познакомились со Христом? И какие изменения произошли в вашей жизни с тех пор? Ваша история драгоценна. Я очень часто рассказываю людям о своей жизни. Ваше свидетельство может изменить чью-то жизнь. Итак, первый шаг. Вы должны завести беседу. Второй шаг. Как делиться Евангелием? Пожалуйста, я сейчас хочу пригласить на эту сцену молодых людей. Хочу показать вам четыре простых пункта, по которым вы можете рассказать людям Евангелие. Мы используем четыре простых символа. Пожалуйста, выходите на сцену и пока располагайтесь, а я буду проповедовать. Первый символ — это сердце. Бог сотворил человека для определенной цели. Бог очень любит человека. Когда Бог создавал людей, Он создавал их не для религии. Мы сотворены для отношений с Богом, чтобы знать Его, общаться с Ним, чтобы называть Его Авва-Отче наш папочка. Вот что означает этот символ красное, доброе сердце нашего Господа. Иисус научил нас самой мощной молитве на земле. Отче наш, сущий на небесах. Итак, первый символ или пункт Бог сотворил человека для определенной цели. Я встретил в Кении одну проститутку и спросил, «Как ее зовут?» Она ответила, «Меня зовут Квин», что означает «королева». Я сказал, «Это не твое имя, это твоя судьба. Ты – Дитя Божие, и ты предназначена знать Его лично». И я привел ее к Господу. Прежде всего, каждый человек сотворен и задуман для того, чтобы иметь отношения с Богом. Без этих отношений, каким бы богатством мы не обладали. А я встречал в жизни миллионеров и миллиардеров, но всех без Христа. У нас может быть все, но при этом в сердце будет пустота. Когда Бог сотворил небеса на земле, написано, что Он взглянул на все, что создал, и сказал, «Весьма хорошо». Итак, первый пункт. Бог создал человека, чтобы человек мог познать Бога и иметь близкие отношения с Ним. Далее, второй пункт. Мы разделены с Богом. Человек отвернулся от любящего Бога. Когда Адам проявил непослушание, он отделился от святого Бога. Разделение. Библия говорит в третьей главе послания к римлянам, что все мы согрешили и лишены славы Божией. 59 глава Исаии говорит о том, что между святым Богом и человеком словно стоит стена. И что же делает религия? Она стоит напротив этой стены и все время пытается приблизиться к Богу. Я встречал в своей жизни людей самых разных религий. Я хочу сказать вам, что я люблю людей, представителями какой бы религии они ни были. Мы хотим достичь всех, но религия не в состоянии нас спасти. Мы отделены от Бога. Я сам из Берлина. Посреди Берлина была установлена стена. Никто с восточной стороны не мог пройти в западную часть города. Но у нас есть для вас хорошая новость. Когда Иисус умер на кресте, стена между Богом и людьми была разрушена. Иисус уникален. Евангелие имеет огромную силу. Его рождение было уникальным. Он родился от Девы. Вся его жизнь была уникальной. Он исцелял слепых, глухих и хромых. Он учил тому, что мы должны любить своих ближних и также любить своих врагов. А еще уникальной была его смерть. Когда Иисус умер на кресте, Он воскликнул, «Совершилось!» Он отдал свою жизнь, чтобы мы имели вечность с Богом. Библия говорит в Евангелии от Иоанна 3, главе 16 стихе, «Ибо так возлюбил Бог мир». И так возникает простой вопрос. Уже в конце, после того, как вы поговорили с человеком об Иисусе, вы рассказали о том, что человек создан для того, чтобы познать Бога, и что по причине греха мы разделены с Богом. Мы разделены с Господом. И что Иисус умер за нас на кресте, и теперь вы можете привести человека к Господу. Представьте себе корабль, тонущий посреди океана. Люди на палубе взывают о помощи, «Они тонут, а вы спасатель». Уверяю вас, просто хорошей беседы с ними недостаточно. Вы должны спасти этих людей на корабле. Вы должны не только поговорить, но привести людей к Господу. Когда Петр проповедовал людям об Иисусе, народ спросил его, «Что нам делать?» Петр ответил, «Всякий, взывающий к имени Господа, спасется». Вы должны в конце концов задать человеку вопрос, «Вы хотели бы принять Иисуса в вашу жизнь? Прямо сейчас помолитесь с этим человеком простой молитвой и попросите его повторять за вами, фраза за фразой». И сейчас мы вместе можем помолиться этой молитвой. Поэтому, пожалуйста, повторяйте сейчас эти драгоценные и простые слова. Скажите, «Дорогой Господь Иисус Христос, Я верю, что ты Сын Божий, и что ты умер на кресте. Я верю, что в третий день ты воскрес, и ты сегодня живой. Войди в мое сердце, прости все мои грехи и стань моим Господом и Спасителем». Аминь. Итак, теперь этот человек спасен. И затем три коротких момента. Расскажите ему о важности молитвы, о том, что ему необходимо каждый день общаться с Богом. Расскажите ему о том, что Библия — это Слово Божие, и что он должен каждый день читать Библию. Ну и третий пункт — пригласите его в вашу поместную церковь. Делитесь благою вестью с вашими друзьями и вашими соседями. Иисус сказал, «Следуйте за Мною, Я сделаю вас ловцами человеков». Это три простых шага личного евангелизма. Убедитесь в том, что в последнюю субботу мая, во Всемирный день евангелизации, вы достигнете Евангелием хотя бы одного человека. У нас есть пособие по трем шагам евангелизма. Загрузите его уже сегодня. Настало время действовать, Тоби. Миллионы христиан сегодня готовы поделиться Евангелием. Пожалуйста, помолись о них. Хорошо? Иисус, мы благодарим Тебя, что мы можем быть с Твоими сыновьями, дочерями и друзьями. И мы молимся, чтобы в ближайшие дни Ты обрел еще больше друзей. Дай им выйти на улицы и достигать людей. Я молюсь, чтобы сила Духа Святого была на них, и они могли делать учеников. Мы благодарим Тебя, наш Отец, за привилегию быть с Твоими друзьями. Аминь. Тоби, спасибо большое за участие в нашей программе. А вам спасибо, что смотрели. Пришло время действовать. Поделитесь своей верой хотя бы с одним человеком сегодня. Да благословит вас Бог! АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ